Семеноволютный запас. В СПК «Гигант» прошел семинар по сельскому хозяйству. Соблюдается максимально технологии. Какой лейтмотив встречи? На особом контроле госавтоинспекция усиливает дорожные патрули. Устранение причины и условий детского дорожно-транспортного травматизма. Кто попал на карандаш? Неподдельная радость. Новый игровой комплекс открылся в Бобруйске. Сегодня уже четвертую площадку открываем. Где расположились детские забавы. А также охлаждающий период, расчетный лист и плюс одна. В Беларуси в очередной раз поднялась стоимость топлива на копейку. В чем причина подорожания? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел переговоры с министром иностранных дел России. Одна из основных тем – вступление Беларуси в шанхайскую организацию сотрудничества. Это произойдет на саммите в Астане в начале июля. Но самое главное – взаимоотношения двух братских государств. А тут, прежде всего, в сфере внешней политики нет проблем. Во внутренней повестке все поставлено на прочные рельсы. Как пример – предстоящие Витебской области, форум регионов, а также участие российской стороны в торжественном параде, посвященном 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Что касается наших МИДов, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в других организациях от ООН и до несчастной ТВБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. Абсолютно. У нас абсолютно идентичная повестка. Мы выступаем по основным вопросам с одних и тех же позиций. И всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы способны оказать только поддержку. И еще раз благодарю за то, что вы всегда нам оказываете соответствующую поддержку. По словам Сергея Лаврова, Москва поддерживает кандидатуру Минска в качестве площадки для продвижения концепции евразийской безопасности. Сразу после встречи с секретарем партийного комитета Пекинского университета. Александр Лукашенко предложил КНР построить в Минске новый знаковый объект. Сейчас в столице возводятся два крупных спортивных сооружения. Госавтоинспекция во время школьных каникул на Чеку. В центре внимания – безопасность юных пассажиров и нарушение таксистов. Лето традиционно связано с рисками в сфере обеспечения детской дорожной безопасности. Один из основных – перевозка несовершеннолетних пассажиров, в том числе в составе организованных групп. Кроме того, сотрудники ГАИ продолжают фиксировать факты грубого нарушения правил дорожного движения и недисциплинированности со стороны водителей такси. В целях обеспечения своевременного воздействия на угрозы безопасности детей, устранения причины и условий детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания у отдельных категорий участников дорожного движения безопасного поведения на дороге, Госавтоинспекция усиливает контроль за дорожным движением. Инспекторы дорожно-патрульной службы обеспечат действенный контроль за соблюдением водителями индивидуального транспорта, а также автобусов, осуществляющих перевозку групп детей правил дорожного движения. За выходные в Могилевской области зарегистрировано три ДТП, в которых один человек погиб, двое получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 659 нарушений ПДД, задержано 22 пьяных водителя, 27 бесправников, 92 пешехода привлечено к административной ответственности, 31 из которых находились в нетрезвом состоянии. Соблюдение всех требований, правил дорожного движения – залог вашей безопасности. Возвращение жары, меры предосторожности и поездка с комфортом. Поручни в новых вагонах Минского метро сделают с теплым покрытием. Для чего? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Средняя зарплата белорусов в мае – 2219 рублей, подсчитал Белстат. Рост на 36 рублей – самая высокая традиционно в столице – 2940, следом – Минская область – 2254. В топе профессии сфера информации и связи, финансовой и страховой деятельности – профессиональной, научной и технической. Генпрокуратура предложила Нацбанку вести практику так называемого охлаждающего периода при получении физлицами кредитов. Таким образом, ведомстве предлагают бороться с кибермошенничеством. Речь прежде всего о онлайн-займах. Предполагается, при заключении договора клиент не сразу получит деньги. Финучреждение даст ему время на обдумать принять решение на холодную голову – около суток и более. В Беларуси в очередной раз поднялась стоимость топлива на копейку. Подорожание поэтапно и было анонсировано ранее. Среди причин – рост затрат на производство нефтепродуктов, увеличение акцизов. Цены на заправках будут выглядеть таким образом. Разом дизельные 95-е обойдутся в 2 рубля 42 копейки, 92-й, 2,32, 98-й, 2,64. Неделя обещает быть жаркой, в связи с чем Минтруда и соцзащиты напомнили о нормах температур на рабочих местах. Они зависят от специфики деятельности и уровня физнагрузки. При сидячем труде – это офисные сотрудники, швейное производство, медицинские учреждения и образование – столбик термометра может подниматься в пределах 25-28. При этом за комфорт в помещении отвечает работодатель. Поручни в новых вагонах Минского метро сделают с тёплым покрытием. Кроме того, для удобства пассажиров в салонах установят как горизонтальные поручни над сидениями и под потолком в зонах накопительных площадок, так и вертикальные в дверных проёмах и вдоль секций с креслами. Специальные места для маломобильных пассажиров будут оборудованы ремнями безопасности. Всё для детей. Новая детская площадка открылась в Бобруйске. Счастливые голоса зазвучали во дворе на 50 лет октября. Именно там прописалась новенькая площадка. Улыбки на лицах, радостный смех и праздничная атмосфера – что ещё нужно для счастья ребят? Горка, качели, турники, раздолье на любой возраст. Главный акцент – безопасность. Специальное покрытие не даст получить травму. В восторге и малыши, и их родители. Детская площадка – это место, где дети, наверное, могут провести вместе время, познакомиться, отвлечься от компьютерной техники, от гаджетов. Просто дружить, веселиться и радоваться жизни. Сегодня уже четвёртую площадку открываем. Как и обещал ранее, их будет пять. Неделю назад в Ленинском районе открылись два новых игровых комплекса – на Ковза на 40 и социалистической 115. По итогам смотра санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов Беларуси за прошлый год, город для жизни – лидер. Аграрный эксперимент. Республиканский семинар по возделыванию сортов отечественной селекции прошёл в Бобруйском районе. Съёмочная группа телеканала «Бобруйск-360» – одна из первых увидела ноу-хау. Разговор о сельском хозяйстве начался в поле. Тут самое интересное. СПК-гигант проводит эксперименты с семенами на обычном поле. Подопытными выступили озимый рапс, третикали, многолетние травы. Риски есть, но в итоге результат положительный. Это одно из ведущих сельхозпредприятий в области семеноводства. Это, наверное, традиции, большой опыт работы, ну и качество семенного материала в целом, которое производится в данном хозяйстве, которое востребовано, где соблюдаются максимально технологии и получают довольно высокие результаты. Задача, которую поставил президент, переход на отечественные семена выполняется. Несмотря на то, что скорость и востребованность на рынке диктуют свои условия, хозяйство успешно справляется с реалиями. Покрывает свои потребности и реализует по республике. На базе СПК-гигант, который занимается основное направление этого семена отческое, которое позволяет Бобруйскому району в целом обеспечивать себя семенами собственного производства. Хозяйство выращивает широкий спектр многолетних трав. Тимофеевка, рейгроз, овсяница. Акцент на белорусскую селекцию, которая уже хорошо зарекомендовала себя на земле. На сегодняшний момент в республике высевается более 70% отечественными семенами. Семенами отечественной селекции. Такие культуры, как озимая рожь, овес больше 90%. То есть мы в полной мере обеспечены своими семенами. Главный герой полей – картошка. По статистике, в год каждый белорус в среднем съедает 183 килограмма, то есть полкило в день. По этому показателю мы первые в мире. Картофель представлен на этом поле и посажен белорусскими сортами. Это элита Брис наш белорусский. Продолжаем эту традицию получать. То, что нашим людям любимо, качественно и то, что люди наши ценят. Сразу с полей на заседание. Лейтмотив – особенности эксперимента. Презентация отечественных новинок в области семеноводства. Решение проблемных вопросов. Залог успеха и качества – эффективная селекция и строгое следование технологиям. Юлия Вернер, Никита Швайковский, Максим Калинин. Бобруйск, 360. Музыкальные победы. Бобруйский ансамбль цимбалистов «Спадчина» отметился знаковым достижением на конкурсе в Витебской области. 7 по 9 июня в поставах прошел 34-й международный фестиваль народной музыки «Звенять цимбалы» и «Гармоник», на который съехались более 300 коллективов. Бобручане отправились в Витебскую область как представители Могилевского региона. У нас систематически проводятся репетиции, то есть у нас все в руках. Сложность состояла в том, что выбрать произведение, потому что в положении была прописана программа до 15 минут, а потом выяснилось, что мы как детский коллектив можем исполнить только одно произведение. Вот в этом была сложность – выбрать одно произведение. И остановились все-таки на произведении белорусского автора Вячеслава Кузнецова «Сюита вязковой танцы». Спадчино-творческий коллектив, который давно популярен за пределами Бобруйска. Ансамбль ежегодно принимает участие в конкурсах и фестивалях регионального, республиканского, международного уровней. Сегодня их состав представлен как учащимися школ, так и педагогами-аккомпаниаторами. За годы существования здесь раскрылось не одно поколение цимбалистов. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok